Привет, друзья! Привет, друзья! Как я рад, как я рад! Мне там написали в комменте, какое огромное количество у нас просмотров, и написали, какие молодцы, что помогаем стольким людям, каждый смотрит наши видео, получает поддержку. Спасибо, друзья! И мне очень приятно, что у нас прошел прекрасный ликбез. Да, было видно наглядно, что, применяя наши наработки, людям это помогает. И я всем благодарен, кто поделился своим опытом. Я хочу одновременно сказать вам, вот, видите, в нашем коллективном разуме мы тоже кое-что сделали. Да, и завершающий момент произошел через общение по интернету с Наташей Кузьминой из Белоруссии. И она, когда посмотрела картину, она еще была немножко не такая, а такая, какая вы помните. И она сказала, слушай, у тебя же чайник получается. Я с удовольствием сделал чайник. Вот так вот. Вот видите? Она сказала еще, знаете, что? Она говорит, спроси, говорит, у всех наших друзей, что это напоминает. Есть такая вот, то ли сказка, то ли еще что-то такое, как она или кто-то там в сказке как-то помыла потом посуду, и они все собрались, и что-то такое было. Я вот не помню, что она сказала. Но кто догадается, сам напишет. А может быть, если никто не догадается, мы Наташу попросим, она там напишет нам в комменте там счастье какое-то. Ну вот, 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 какая-то сказка. А это я весь велосипедист. Велосипедисты. В общем, творчество наше развивается. И самое главное, после нашего литпеза, многие мне пишут о том, что как это здорово, а Борис Каменский наш написал, что это состояние детское, естественное, в котором дети своего счастья не осознавали. А мы создаем что? Мы создаем как раз-таки вот это. Когда мы делали там «Играй в свою игру», и когда я показывал эти приемы, как выходить на моделирование того, что вы в детстве больше всего любили, какие игры играли, у вас возникало вот это состояние. И Борис Каменский написал там, что в детстве мы это испытывали, естественное состояние, счастливое, но не осознавали. А теперь, когда мы можем это смоделировать, осознанно, как вросли люди. Вот-вот-вот-вот, в этом моменте хочу, так сказать, ударение поставить. Ударение поставить. Обратите внимание, большая часть человечества нуждается именно в этом, чтобы осознанно испытать то счастье, естественности, которое было в детстве. Да, оно бесценно. Это богатейший ресурс, который оболгает каждый человек. Почему я говорю не все люди на планете, а большая часть на планете? Ну, потому что кто-то был травмирован какими-то там родовыми травмами, вирусами, радиацией, какими-то бомбами, взрывами, там, химизацией и прочее. Десятый был травмирован. И, может быть, в детстве не испытывал этого естественного состояния. Но здесь дополнительное действие происходит. Даже если он в детстве этого не испытывал, то мы даем эти приемы для того, чтобы человек мог снять стресс, выйти на свое естественное состояние, которое глубже его детства. Бежит в потенциале миллионов лет эволюции. И если бы даже сейчас нам выключили всю историю, произошла бы какая-то невиданная атмосферная или экологическая катастрофа, или какой-то астероид упал на Землю, и все бы потеряли память. Как бы они могли восстановиться, как люди? Конечно, только с методом Круч можно. Потому что знания, которые они бы потеряли, не дай Бог, не дай Бог. Я просто гипотетически. Знания, которые они бы потеряли при этой катастрофе, ведь дело не в знаниях в этом смысле, а дело в том, что у них в геноме творческом, в котором содержится этот потенциал эволюционный, накопленный миллионами лет, он бы, вызывая состояние саморегуляции, выходя из-за действенности, из страхов выходить на себя, на себя естественно, он бы очень быстро-быстро все восстановил. Потому что это внутри нас лежит. Поэтому мы школа человек будущего, Homo Futurus, мы говорим о том, что в нас лежит такой мощнейший потенциал, наша история эволюции в каждом из нас. И наша философия, что человек творец. И поэтому, как говорил Ричард Бах, это не звезды вечные, это мы вечные. Потому что на самом деле человек может восстанавливать у себя все, и клетки, которые поврежденные, регенерировать может, и открывать свой творческий потенциал. И поэтому я хочу, чтобы мы все понимали, до какой степени мы уже разумны, становимся все разумнее и разумнее, и можем наше сознание, как управляющую систему в организме, применять по настоящему назначению. Потому что сейчас искусственный интеллект оставит людей без востребованности, так сказать. Чем они будут заниматься? Они будут у себя открывать, открывать свои творческие качества и возможности, которые никакой искусственный интеллект сделать не может. Потому что у нас лежит потенциал миллионов лет развития. Наш геном творческий. Человек по правилу, творец. И когда мы открываем свое эмоциональное, интеллектуальное, ресурсное состояние, творческое, созидательное, используя энергию стресса и нулевое состояние, и играй в игру свою собственную, каждый индивидуально. Потому что мы все родом не только из детства, но мы все родом из нашей человеческой природы. До встречи, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok